Rainbow English учебник 5 класс, степ 7 в Unity 1 и упражнение номер 7. Прочитайте текст в упражнении 6 снова и ответьте на вопросы. Мы его читали в предыдущем видео, поэтому давайте смотреть сразу на вопросы. Первый. How many holidays do Russian school children have a year? Сколько каникул русские школьники имеют в году? Так, давайте я вот здесь тогда открываю документик, где будем писать. И я буду тогда прокручивать, подсказывать вам, где вы это можете найти. Так, это у нас было в начале. Получается, вот в принципе то, что нам нужно. То есть в России у нас школьные каникулы весной, летом, осенью и зимой. Поэтому мы немножечко перефразируем. То есть смотрите. Эй, первый. То есть начинаем как и в вопросе. Russian school children. Скажу по секрету, у вас в основном в этих специальных вопросах уже половина вашего ответа и находится. То есть нужно просто правильно построить ваш ответ. Так, секунду. Не то. То есть русские школьники. Вот ваш ответ пошел. Have. Это вы тоже все видите, берете свои вопросы. И вопрос сколько. Сколько? Получается их четыре. То есть for. Holidays. И затем давайте добавим a year. В году. Можно здесь ставить точку. Ну, если вы там любите побольше написать, мало ли. Ставим двоеточие и начинаем перечислять. In summer. In. Далее у нас, то есть летом. Затем in autumn. Осенью. In winter. Зимой. И про весну напишем. Russian school children have four holidays a year. In summer. In autumn. In winter. And in spring. Второй. What are the longest school holidays? Какие самые длинные школьные каникулы? Ну, тут я надеюсь, вы без текста знаете, что это, конечно, летние. Поэтому ответ вот прямо берем по вопросу. Зе. Вот отсюда начинаем мы наше подлежащее строить. The longest. Самые длинные. School. Holidays. Это мы написали такое длинное, да, подлежащее. Затем ищем глагол. Глагол вот он стоит. Видите, в ответе все уже, в вопросе все есть. Are. И давайте скажем летние каникулы. Are. Summer. Holidays. Все, ответ готов. Третье. When do they begin and finish? Когда они начинаются и заканчиваются? По тексту вроде бы нам говорили, ну, именно, что в июне. Вот, кстати, это прям предложение. Они обычно начинаются в июне и заканчиваются в августе. Так что мы его просто к себе перекидываем. Тут, кстати, прям хорошо по тексту идет ответ. They usually... Ладно, потом прочитаю. То есть вот начинаются в июне и заканчиваются в августе. They usually begin in June and finish in August. Четвертое. Where can Russian school children travel in summer? Куда могут русские школьники путешествовать летом? Опять же, берем по тексту. Так, где-то, секунду, я вспомню, где это было. Ну, давайте сразу возьмем русских школьников. Для начала это наше подлежащее. Russian school children. Затем, смотрите, в вопросе было can. Мы тоже берем can. Могут потом travel, тоже с вопроса travel берем. А вот теперь разыскиваем, куда они могут. Вот, смотрите, идет как раз travel in Russia. То есть по России могут путешествовать. And abroad. Так, секунду, вроде бы. Но здесь еще говорится, что они могут проводить каникулы в деревне. Но это, в принципе, как путешествие по России. Да, куда-то уехали за город. Именно плюс нас спрашивают про путешествия. Поэтому давайте так оставим. И оставим концовку in summer. Russian school children can travel in Russia and abroad in summer. Русские школьники могут путешествовать в России или по России и за границей летом. Пятое. What place did Peter travel to last summer? В какое место Питер путешествовал прошлым летом? Вот этот предлог здесь стоит. Не обращайте внимания. То есть по грамматике английского он тут должен стоять. При русском переводе он тут мешается. Но, в общем, вот так в переводе. То есть куда же он путешествовал прошлым летом? Так, он у нас вот рассказывает, что прошлым летом я с родителями путешествовал в Нижний Новгород. Это то, что нам сейчас нужно сказать. Но смотрите, как мы работаем, если мы даже информации, то есть не увидели само предложение с ответом. Как вообще построить по вопросу этот ответ? Вот Питер. Он у нас подлежащий. Вот мы его переписали. Затем, если did видите в вопросе, значит у нас прошедшее время past simple используется в ответе. Ну, в смысле в вопросе, ну, значит в ответе тоже, конечно, past simple мы ответим. Так вот, глагол travel мы, получается, то есть путешествовать, должны поставить past simple. Для этого travel пишем и добавляем окончание и d. Но у этого глагола, запомните, при этом будет удвоение буквы l. Это именно британский вариант, то есть в Америке так пишут. С одной l. Ну, у вас британские, скажем, английские учебники, поэтому две. Питер traveled. Вот этот предлог to, то есть куда? To. И вот он ответ Нижний Новгород. Так, ниже. Да, его пока, конечно, надо написать. Нижний Новгород. Так. И осталось у нас, вот видите, по вопросу. Last summer, то есть в прошлом летом. Питер путешествовал в Нижний Новгород прошлым летом. Шестой. Did he like the place? Ему понравилось это место? Не будем мы, наверное, это все уже перечитывать, но вот он, например, говорит, что нам понравился город. Поэтому смотрите. У нас идет общий вопрос. Тут нет где, куда, зачем, почему. На общий вопрос ответ должен быть или да, или нет. Понравилось? Понравилось. Значит, мы ставим yes. Ставим запятую. Это не все, кстати. У этих вроде как коротких ответов должен еще хвостик такой идти, который обязательно нужно дописывать. He. Это подлежащее. Вот сюда же мы его вставляем. Из чего вопрос пошел, вот этот же глагольчик мы сюда выкидываем. То есть, as he did, в ответе просто да. А вот по-английски вот этот хвост нужно дописывать. Семерка. What did he write about it? Что он написал о нем? О месте имеется в виду. Так, а вот что он написал? Вот это я что-то не очень помню. Что же он тут писал? Так, секунду. Так. Он написал об этом. Так, вот тут даже очень все подозрительно. Так, секунду. Что же он мог написать? Ой, странно. Ну, давайте скажем, что ему там все понравилось. То, что он написал об этом вообще очень как-то интересно. Ну, давайте вот, наверное, возьмем, что Катя, ну, это его сестра и я. То есть, ему очень понравился этот город. И что он собирается посетить Нижний Новгород снова следующим летом. А, это следующий будет вопрос. Да, странно очень. Ну, давайте в семерке возьмем тогда, что... Что он написал про это? He wrote. То есть, он написал that he... Правда, вы еще эту грамматику не учили, но давайте так по-легненькому возьмем. Чуть-чуть с ошибочкой. Вы это все равно пока еще не проходите. Но от вас уже это требует. Ну, вы это просто знать не можете. Не могу я вам сейчас правильно все это сделать. He wrote that he enjoyed... Enjoyed his holidays. Вот, давайте вот так. Так, секунду. Нет, тут даже не то, что он enjoyed. Он написал, что ему понравилось именно город. Ой, как все странно. Что они тут сделали? Нет, давайте возьмем все-таки that he... Что ему понравился город? That he liked the city... Так, секунду. Очень сильно... Нет, очень сильно он тут не пишет. Он написал, что ему понравился город. Восьмерка. Потому что я говорю тут как-то вот очень странно, а не этот седьмой вопрос. То есть, что он о нем написал. Ну, так и написал. Так, и последний. Ладно, давайте уже не будем там заморачиваться. Кстати, не знаю, действительно, как у вас учитель к этому отнесется. Странный этот седьмой вопрос. Ладно, восьмерка. Is Peter going to visit this place again? Питер собирается навестить или посетить это место снова. И вот он в концовке пишет, что мы собираемся посетить Нижний Новгород снова следующим летом. Поэтому вопрос, как вы видите, опять же общий. Ответ на него коротенький можно ставить. Поэтому yes, he... То есть, смотрите, Питер в коротенький вот сюда ответ мы не переносим. Мы его заменяем местоимением. Питер он, то есть, yes, he... Вот с чего начали, тем и заканчивать. Это такая подсказочка очень удобная. Yes, he is. То есть, да, ну, собирается. Можно, конечно, после этого дописать. Питер собирается посетить это место снова следующим летом. Хотите, можете, в принципе, без нее. Уж я не знаю, как у вас требования. Ну, давайте там, чтобы было побольше, давайте запишем. Питер is going to visit. То есть, вот, Питер собирается посетить, опять же, этот... Так, секунду. Нижний Новгород. Again, да, то есть, снова. И допишем, как вот в ответе, next summer. То есть, следующим летом. Чтобы был просто более такой обширный ответ. Но можно было реально закончить yes, he is, и все. Так, а теперь переходим на более, наверное, сложный вариант. Это be. Тут вы уже пишите про себя. Первое. Давайте переведем. Поработайте в парах. Поговорите про ваши школьные каникулы. Спросите и ответьте на вопросы про. How many holidays you have and when? Как много или сколько каникул у вас есть и когда? То же самое, кстати, что касается вот этого Питера, да, у вас то же самое будет в ответе. То есть, только вы будете про себя уже писать. I have four holidays a year. То есть, у меня четыре... Секунду, ошибка. У меня четыре каникул... Каникулы. Даже давайте school holidays. А, тут не спрашивает school. Ладно, пусть будет просто holidays. Четыре штуки этих каникул в году. То есть, можно тоже делать двоеточие. Давайте чуть-чуть по-другому. Summer holidays. То есть, летние каникулы. Потом autumn holidays. Осенние каникулы. Затем про... Ну, мы потом вычитаем все равно. Так, зимние. И... Так, сейчас проверю, чтобы все правильно. И весенние. I have four holidays a year. Summer holidays. Autumn holidays. Winter holidays. And spring holidays. У меня четыре... Ну, как-то штуки каникул, да, давайте так, в году. Летние каникулы, осенние каникулы, зимние каникулы и весенние каникулы. Второе. What you like to do when you are on holiday? Что тебе нравится делать, когда ты на каникулах? Подождите секунду. Все-таки нам же в первом случае вопрос нужно все-таки задать. Тут он у нас в виде ответа. То есть, сколько каникул у тебя и когда. То есть, смотрите. How many holidays... Если вам все-таки зададут, полностью строите вопрос и ответ. How many holidays do you have and when do you have them? То есть, ну так, чуть-чуть я, может, длинное сделала. Сколько каникул ты имеешь, дословно, и когда ты их имеешь. И вот ваш ответ пойдет, что у меня четыре каникулы, этих каникул, да, четыре штуки. И когда вы их имеете. Второе. Строим вопрос. Что ты любишь делать, когда ты на каникулах? В вопросе это будет звучать так. What do you like to do? То есть, видите, у нас, получается, нужно именно сделать конструкцию вопроса. When you are on holidays. Итак. Так, и в ответе, что же вам нравится делать, когда вы на каникулах? Ну, тут можно много всего понаписывать. То есть, главное начало. I like to. И дальше пойдут глаголы в первой форме. То есть, чистенькие. Я люблю. Ну, мало ли, бегать, прыгать, танцевать и так далее. То есть, что-то из этого, можете там, не знаю, на скейтборде кататься, на велике и так далее. Это все пойдет, глагол в первой форме. Так что, примерно, что можно сказать? I like to. Ну, давайте на велосипеде. I like to ride a bike. Запятая. Так, что мы еще можем делать? Walk in the park. Гулять в парке. Далее мы можем, ну, например, рыбку половить. Fish. Это просто глагол. Это не только рыба. Это еще и ловить рыбу. Поэтому просто ставим глагол в первой форме. Переводится ловить рыбу. And I like to. Так вот это все написали. And play. Ну, давайте play badminton, например. А далее. When I am on holidays. Когда я на... Ой, там holiday. Странно. Почему? Ну, ладно. Когда я на каникулах. I like to ride a bike, walk in the park, fish, and play badminton when I am on holiday. Так. Третий, да, у нас получается. Вопрос первый задаем. Куда ты ходишь или ездишь на каникулы? Вопрос звучит так. Ой. Куда? Do you go? То есть, видите, тут главное этот вспомогательный глагольчик do везде повставлять. Where do you go on holiday? И в ответе. То есть, куда? Вы ездите на каникулы. I usually, я обычно, go, смотрите, вариант у нас был, это в тексте. То есть, езжу за границу. Это go abroad. Это первый вариант, да? То есть, езжу за границу. Потом, что вы можете вместо go abroad? Так, секунду. Кстати, можно go abroad. Можно travel in Russia. Это значит, путешествую по России. Это вот еще один вариант. Или же вы вообще можете сказать, что вы spend... А, нет, секунду, как у вас там... Ну да, 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 то есть, можете через spend. Так, секунду. Что у нас там в конце? Или давайте даже легче возьмем. Просто скажем go to the country. Это означает, что я езжу в деревню, да, то есть, за город куда-то еду. И концовочка on holiday, да, то есть, это просто на каникулах. То есть, смотрите, не пишите все подряд. Можете написать I usually и сразу прыгаете в скобку. Travel in Russia. Или I usually go to the country. И потом дописываете on holiday. То есть, еще раз. Go abroad. За границу ездить. Travel in Russia. Путешествовать по России. И go to the country. Это значит, ездить куда-то за город. В деревню, в село и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова